МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, смотрите, по Северодвинску мы побывали, вы, так сказать, были там с нами. Такие выезды постоянные, они крайне важны. Они важны, с одной стороны, для меня, потому что мне необходимо чувствовать, чем живет территория. А когда ты просто пройдешь по улицам, где-то там парой слов перекинешься с людьми, где-то там от них услышишь какую-то обратную связь и в свой адрес, и в адрес глав муниципалитетов, и в адрес депутатов. Это очень важно, потому что это для тебя создает очень четкую, понятную картину происходящего в регионе, происходящего в каждой конкретной территории. Вы знаете, мы встретились с главой, вы совершенно правильно сказали, что вот там есть запрос, да, говорят, вот там глава Северодвинска, может быть, у него там порой не самые высокие рейтинги бывают, поэтому надо было наоборот, значит, на него нажать. Ну, а смысл? Ну, вот в чем? Я бы, допустим, занял бы другую позицию, там, жесткую. Ну, человек бы закрылся, и вместо того, чтобы работать вместе с нами и пытаться, так сказать, достичь результата, начал бы, значит, доказывать самому себе, что его несправедливо там за что-то, значит, наказали, отругали или еще что-то. Вот у меня целая схема есть по, значит, пятиэтапам работ до 2025-го. Ну, в общем-то, движемся тоже в графике, и два дома у нас в стадии сейчас проектирования, то есть эту проблему тоже постепенно решаем. К сожалению, обеспечить контроль такой ежедневный тоже достаточно сложно. Ну, это ваша работа. Да, сегодня обсуждаем вопрос, так вот, с точки зрения организации, как правильно нам процесс... Контроль вы должны обеспечить каждый день и думать об этом. Более того, вторым, должны думать, где найти деньги на то, чтобы это содержание качественно делать. А значит, основным вопросом должен быть повышение уровня доходов муниципального образования. Если есть села, которые могут грешить, то Северодвинск точно город, который есть все возможности для этого. Давайте вместе думать, чем я могу вам помочь, готов. Вы тоже этот план должны в голове держать. Принимается, абсолютно согласен. Я очень люблю, когда люди умеют быстро докладывать суть. Я вообще такой, по сути, довольно быстро принимаю решения и люблю, чтобы это быстро сразу становилось частью работы. Когда вот кто-то начинает растекаться и вот уводить меня от темы, я это очень не люблю, поэтому стараюсь там даже вопреки, может быть, иногда правилами вежливости прерывать и, собственно говоря, направлять на те вопросы, которые меня интересуют. Ребята давно у меня просили скейт-парк. Вы уже приняли это решение. Я очень вам благодарен, уверен, что ребята тоже это оценят. Там хороший проект. Меня сейчас как раз вот именно сегодня в Архангельске ждет, приехал президент Федерации скейтбординга России. И если сделаете хороший скейт-парк, который будет отвечать международным требованиям, можем у вас в Северодвинске провести один из этапов чемпионата мира по скейтбордингу. Ну, эту востребованность я тут точно вижу. Меня ребята вот здесь ловили прямо в администрацию. Говорят, Игорь Васильевич, когда вы нам построите маленькие такие ребятишки уже с досками, вот здесь пытаются. Я считаю, что там подавляющее большинство глав муниципальных образований имеет потенциал для того, чтобы работать хорошо. Ну, смотрите, во-первых, посетили мост. Мне было важно, потому что я просил правительства выделить дополнительные деньги на то, чтобы ускоренными темпами начать его строить, потому что там довольно долгий цикл, по-моему, до 22-го или до 23-го даже года контракт разыгран. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сделали это побыстрее. И министерство транспорта пошли на встречу, дополнительные 300 миллионов рублей на этот год выделили. Поэтому мне было критично важно встретиться с подрядчиком, во-первых, посмотреть, так сказать, как идут работы. Действительно, чтобы он рассказал по тому графику, что у них нет, они не видят рисков его срыва, и что с учетом дополнительного финансирования они видят в себе силы для того, чтобы сделать этот объект быстрее. На плане представлен весь участок работ. Мы начинаем в районе Архангельского шоссе, примахаем. Что касается вот этого залива, здесь мы выполним дополнительное крепление масок, мы заканчиваем их в районе улицы Октябрьской. Ну и второе, очень важно, мне было важно сказать подрядчику, что я, по сути, своим словом ответил за то, что мы эти деньги получаем, что мы их эффективно потратим на строительство этого моста, и что у нас получится это сделать вот такими более высокими темпами. Он это подтвердил, и в данном случае, я считаю, для меня это еще было важно, по-мужски ударить по рукам, сказать, что я свою часть работы выполнил, теперь дело за вами. И если вы ее не будете выполнять, тогда, ребят, без обид. Да, ну, это честно. Принимать решения по тем или иным вопросам очень сложно, когда ты визуально себе не представляешь о том, где эти твои решения приземлятся, какой они будут иметь эффект, тех людей, которые, собственно говоря, воспользуются этим результатом. Я сейчас езжу вот так по всем нашим районам, знакомлюсь с территорией, с людьми, везде встречаюсь обязательно с депутатами, поскольку, собственно, вы, наверное, представляете и знаете все течения, проблемы, пожелания от людей, которые проживают на территории вашего муниципального образования. В этом плане прошу вас быть максимально откровенными, и все вопросы, которые сейчас волнуют, мы должны обсудить. Теперь вы приходите ко мне и говорите, э, государство, ты давай как бы вопросы, ты тоже все мои решай. Не буду, и Архангельский автовокзал частный, пусть идет и ставит в реестр. Мы вам условия создали, какие-то барьеры административные, страны государства есть? Нет. Я вообще считаю, что это категорически неправильная история о том, что автотранспортные услуги ушли в частные руки. Неправильная абсолютно, потому что сегодня мы сталкиваемся с огромным количеством проблем. Не вы конкретно, но другие... Ну, я приезжаю в Архангельск и вижу, я уже, наверное, не первые, кто это говорит, эти проржавевшие насквозь пазики, которые ездят, субъекта столицы, пазики ездят. Просто нормально организовать. Ровно это я сейчас и сделаю. Именно поэтому я сейчас пропишу конкурс, который в Архангельске не даст возможности больше на старых вазиках никого управлять. Это я могу сделать. И это я обязательно сделаю. Я здесь не буду ни на кого орать. Я уже прошел этот возраст, когда мне надо было для самореализации на кого-то орать, значит, или пытаться на совещание какого-то унизить. Но поверьте, я с таким же абсолютно добрым выражением лица сделаю выводы. И эти выводы точно никому не понравятся. Я это вам гарантирую. Поэтому будем работать, и у нас нет другого пути, кроме как сделать все качественно и в срок. Ну, иначе будут сделаны такие соответствующие выводы по профпригодности всех руководителей, которые здесь работают. Поэтому собирайтесь с главой и думайте, как увеличивать доходную базу муниципалитета. Это должен быть вопрос, который на каждой сессии депутатов вы должны обсуждать. Первый вопрос, что бы нам еще сделать, чтобы увеличить доходы муниципалитета собственные. А говорить нам, что давайте нам на 100% все финансировать, не получится. Я бы так мог прийти к президенту и сказать, можно на 100% все финансировать, что мы делаем в регионе? Он мне скажет, а ты тогда зачем? Коллеги, отдельными случаями готовы помогать. И это делаем, и уже там есть решение. Плюс по благоустройству. Системно не будет такого. Мой стиль работы очень прагматичный. Я стараюсь. Все равно не получается. Все равно срываешься иногда на какие-то эмоции, когда уже там действительно зашкаливает недопонимание или возмущение по каким-то вопросам. Но тем не менее, я считаю, что вот стать губернатором любой ценой – это неправильно. Потому что здесь с людьми надо работать. Поэтому я в этом смысле считаю, что и с главами, и с депутатами надо работать. И они должны тоже чувствовать этот твой стиль работы. Они должны понимать, что мне не свойственно на самом деле там лишний раз их заставлять работать. Они все взрослые люди. Они руководители высокого уровня. Но при этом они должны понимать. Вот мои приоритеты, вот мои ценности, вот мои требования. Я так к этому отношусь. Давайте работать вместе, и, мне кажется, тогда мы добьемся большого успеха. И мы обязательно должны работать вместе с людьми. Это вот немножко уже сейчас заезженные фразы, заезженные выражения. Но это невозможно сегодня без такой командности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова